Жители были активны как в районах края, так и в городах. Хотя эти выборы нельзя назвать масштабными. В Барнауле на участках ждали лишь часть жителей железнодорожного района. А вот желающих проголосовать было значительно больше. Вчера на горячую линию избирательной комиссии Алтайского края в основном практически это 99,9 звонков, которые поступали, по крайней мере, часов до 20.00. Это были звонки, связанные с тем, а вот все-таки я принимаю участие в выборах. Я даже уже посетил то помещение, где у нас обычно наша участковая избирательная комиссия располагается. И вот немножко не понял, голосует ли наша территория. В Барнауле выбирали всего одного депутата на округе номер 2 вместо ранее снявшего с себя полномочия. Безоговорочную победу одержал представитель «Единой России» известный спортсмен Иван Нифонтов. Почти 41% голосов. Второе место у Ивана Арцебашева, представителя КПРФ, третьего Петра Кайдаша от ЛДПР. Последний, кстати, наблюдал за ходом выборов и заметил, что конверты с результатами досрочного голосования были доставлены на участок без подписи одного члена избиркома. Принято решение участковой избирательной комиссии, связанное с тем, что если есть какие-то сомнения хотя бы в наличии одной подписи, то тогда признать все бюллетени недействительными излеченных с этих конвертов. Эту ситуацию Ирина Акимова назвала рабочей и отметила, что к нарушениям ее отнести нельзя. В целом, по мнению Крайсберкома, выборы прошли спокойно. На дополнительных ВКЗС по округу номер 2 победу одержал Владимир Репкин. Больше 43% голосов. Второе место у КПРФ на третьем «Справедливоросы». Партия власти праздновала победу и в Бийске. На довыборах в Гордуму по округу номер 2 победил Александр Казаков. По округу номер 6 пловчиха Жанна Нечитейло. К слову, триумф и единороссов нельзя не заметить, как и новые лица, принимавшие от них участие в кампании. Не просто так, по мгновению волшебной палочки. Достаточно глубокий анализ был по кандидатам, прощупывание, опрос, анализ. А еще была стратегия, которая заключалась в тесном контакте с избирателями, резюмировало местное руководство «Единой России». Поэтому три четверти избирательных мандатов у них. В ближайшие дни в Краизбиркоме подведут окончательные итоги выборов. Ведь они будут считаться завершенными, лишь когда почитают расходы бюджета на их проведение. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.